Всем большой шалом из Днепра, из города Ребе. С вами я, Леви Харпатин, и это наша с вами рубрика Мудрость Торы на каждый день. Правильная или допустимая ревность? Прибыв в Арам, Яков встретил Рахель, дочь Лавана, которая неподалеку от своего дома посла овец. И тогда Рахель отправила его к Лавану и сказал Лаван Якову, если хочешь жениться на моей дочери, быть с ней рядом, то тогда займись моим стадом семь лет и служи мне верно. Яков согласился. Тогда Лаван злым обманом воспользовался этим и женил Якова на своей старшей дочери. И не получалось у Рахель долгое время забеременеть и начала она таить страшную злобу на свою сестру. Что говорят мудрецы Торы насчет ревности? Если ревность возникает между знатоками Торы, то мудрость только растет. Иными словами, ревность может тоже использоваться во благо. Благодарю за прослушивание. С вами был я, Леви Харпатин. До новых видео встреч. Субтитры создавал DimaTorzok